Шоу-бизнес или семья? Как хотите сами. Я-то знаю, я-то слышу. Индивидуальность. О, Коля. Боинг. Для меня это загадка. Но это какой-то хит. Не угадали. Не повезло, не попали. Николай, давай дожмем. С рестораном закончили. Можете поздравить с Новым Годом кого-то наперед. Как хорошо, мы отсюда улетаем навсегда. И все, окей, хорошо. Добрый вечер, Николай Николаевич. Здравствуйте, Константин. Конечно же, очень рады вас видеть в нашем телерадиоэфире. Наши юные зрители говорят и называют это подкастом. Но не об этом сейчас. Возраст юных зрителей от скольки? От 18 и до 35. Это как бы наша юная аудитория. Но мы, конечно же, начнем не об этом. А начнем вспоминать второй класс, скорее всего. Когда вы переехали в Магадан. И вот как началась тяга к музыке? Во втором классе, когда я приехал в город Магадан, про музыку я не думал. Я пошел заниматься сначала год гимнастикой, а потом борьбой. А про музыку я стал думать, ну, наверное, класса с восьмого. А почему, как бы, хотелось заниматься барабанами сразу или чем-то другим? Нет, нет, нет. Ну, просто, мне тяжело даже ответить на этот вопрос. Помнишь вообще вот этот момент? Нет, я не могу, как бы, не то что однозначно, я даже не могу сформулировать, потому что для того, чтобы, ну, как бы, правильно ответить, надо, чтобы были какие-то воспоминания. Ну, была какая-то мотивация. Почему? Не могу ответить. Не было. Вот как-то вот так случилось, что проявился интерес к музыке только класса с восьмого. А как? Потому что у меня дядя в городе Арсений, в Приморского края, он заслуженный работник культуры, и он на танцплощадке городской был ведущим. Он всю жизнь проработал. Он снимался в кинофильме Дарсу Узала. Там в эпизодической роли, в самом начале, когда мужичка Арсения встречает на повозке, вот это мой родственник снимался в этом. Ну, может быть, вот общение какое-то как-то вот сподвигло к этому. Ходил, когда они там проводили эти вечера танцевальные. И у меня одноклассник Витя Лобзин, он был гитаристом, и они меня пригласили, не знаю почему, в группу. Был басгитарист, гитарист, и вот я был барабанщиком. А барабанщиком почему? Барабаны выбрал. Потому что мне казалось на тот момент, что это у меня получалось, и мне казалось, что на этом инструменте тратить время и заниматься не надо, чтобы играть. Вот на гитаре и на фортепиано надо, а на барабанах нет, потому что легко, просто. Ну, наверное, из-за этого был такой выбор. Так, а вас пригласили в группу, тем ребятам было там сколько лет? И вам сколько было лет? Вы одного были в возрасте? Нет, на год они постарше. Я 57-го, они были 56-го года. Так, и с этого, наверное, началась вот какая-то вот такая... Да, вот с этого потихонечку, потихонечку начали музыкальный путь в городе Магадане. А как так еще, вот если чуть-чуть дальше заглядывать, вы начали петь еще при этом, как бы барабанщик, он там находится где-то в тени, а вот такие случаи, когда барабанщики поют, но не беря там Фила Коллинса, допустим. Вы вообще как к его творчеству относитесь? Ну, хорошо, хорошо. Вас как-то мотивировало? Хотя нет, на тот момент Genesis не были такой популярной группой, вот, потому что если брать, ну, время, они гораздо позднее появились. На тот момент, я думаю, что больше формировало музыкальный вкус все же Битлз, хотя я не сильно был фанат, и, может быть, там кроме таких уже традиционных красивых песен, я мало знаю их творчества, вот, Дипеопл вышел концерт и нырок, тяжелый музыкальный, Led Zeppelin, Гранд Фанк, очень хорошая группа, американская, ну, и Пинк Флойд, попозже, вот, Квинн были интересны, ну, они были, то есть с точки зрения тяжелой музыки, яркие, яркие группы, по-стилистически они были узнаваемы, вот, а отмечали, что отмечали высокий профессиональный уровень самих музыкантов, которые работали в группе, потому что после 85-го и ближе к 90-м, на самом деле, когда открылись у нас информационные ворота, и все стали творить и заниматься музыкой, шоу-бизнесом, все скатилось до уровня примитивизма, то есть уровень профессиональных музыкантов был очень низкий, то есть вплоть до, вот мы вспоминаем такие группы, как «Ласковый май», ну, что можно говорить, да, там, или группы «Аквариум», ну, вообще, например, то есть для меня это загадка. Как они стали популярными? Я имею в виду, что с точки зрения музыки, с точки зрения там уровня, может быть, музыканта профессиональная, лидер, к сожалению, кому-то нравится, мне не нравится, потому что, я говорю, что воспринимали все же, как бы воспитывалось на мировой, как бы, музыке, тяжелой, ну, тяжелого направления, хард-рок, вот, естественно, потом воспринимать вот все, что потом было, очень сложно, потому что вкус воспитан уже на другом. А петь, как вам петь? Ну, играли на танцах, играли в ресторанах, на свадьбах денежки зарабатывали, у нас были вокалисты. А как вы, вот, такие сидите на барабанах, барабаните, за пою? Ну, так получилось, Костя, так получилось, что очень хороший был у нас Вокалист был, первый был Сережа Устинов, он неплох был, как вокалист, а второй, когда Сережа ушел, был Сергей Задвиль, вот тот действительно талантливый человек, действительно талантливый человек, то есть хороший был возраст, он хорошо выглядел, он очень хорошо пел, например, копировал Ковердайва, там, Том Джонса, ну, правило, вот, не состоялся он как артист, но очень жалко, хотя у него все были природные данные, для того, чтобы уехать, ну, как бы, он тоже уехал в Москву в свое время, ну, где-то что-то вот не получилось, не сложилось, а он действительно, его можно отметить, как одного из таких одаренных людей, вот, с точки зрения вокала, ну, вот, а у меня простая ситуация, вокалисты приходили, уходили, а денежки надо было зарабатывать, и пришлось немножечко попробовать, пускай, ну, грубо, пошло, ну, жрать захочешь, запоешь, вот вся история, это прям вот точно подходит, да, 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 поэтому из-за какой-то необходимости рабочей, ну, так получилось, поэтому, может быть, и в дальнейшем, так я к этому относился, на самом деле, я никогда себя не ощущал каким-то вокалистом, и тем более артистом, вот, это, наверное, сыграло, сыграло в определенный момент со мной, не то, что злую шутку, ну, повернуло, наверное, то есть, сформировало мое отношение к музыке, и к своему, к своему, к своему, может быть, там, пути в музыке, то есть, тут же нужно ощущение самого, что ты артист, ну, да, вот, а когда ты к себе не относился, барабанщик, какой я вокалист, ты барабанщик, поэтому у меня никогда не было такого ощущения, что вот я, вот, там, вокалист, там. А вы писали свои песни, или играли, нет, когда, когда работали здесь, мы очень много играли, вот, у нас был, когда говорят, там, начинают там все говорить, там, при Советском Союзе запрещали, там, тут ничего нам не запрещали, мы играли все, что мы хотели, вот, вот, ну, мы играли тяжелую музыку, мы, у нас был репертуар, я говорю, группа Grand Funk, группа Deep Purple и Rainbow, конечно, Rainbow, первый концерт был 1975 год, и, так, как-то я обратил внимание, но, впечатление было хорошее, но не яркое, а вот в 1976 году вышел, когда у них альбом с лондонским симфоническим оркестром, вот тогда, как бы, я обратил внимание, потому что, ну, для тяжелой музыки именно запись, записанный материал именно с симфоническим оркестром, ну, было впечатление очень хорошее, поэтому, мы, естественно, очень много снимали, мы, конкурсы, вот на конкурсах надо было петь какие-то тематические произведения, а все, что касалось, там, ресторана, там, свадеб, танцев, никогда не было никаких ограничений, вот, но мы не творческим процессом не занимались, абсолютно, у нас был потом в Москве уже с другим составом, когда переехали в Москву, и у меня уже был такой период, когда я работать уже не мог и не хотел, последних два года, потому что 10 лет праздника каждодневного, ресторан, каждый день, каждый день, ресторан, петь по 6 часов в день, и репетиции, и далее, тем более, в Магадане очень хорошо заниматься творческим процессом, мы на самом деле, может быть, не сильно были профессиональны, но мы репетировали по 12 часов в день, практически каждый день, практически с 75-го года, по 79-й, пока мы отсюда не уехали, мы репетировали по 12 часов в день, вот, поэтому для нас это было хобби, увлечение, это был наш образ жизни, но творческий процесс, как бы, он проходил мимо, вот, единственный был эксперимент, уже, наверное, год, в Москве, когда бросили уже, я, в принципе, уже отказался работать в ресторане, мы перешли, начали с другим, сюда, предыстория, говорю, почему другой коллектив, в 76-м году сюда приехала группа они приехали из находки, а на самом деле они все уроженцы города Полтава, вот, и очень хороший коллектив, на тот момент действительно очень хороший коллектив, они работали в ресторанах, чуть-чуть постарше, ну, как чуть-чуть, у них руководитель на 10 лет меня старше, там, барабайщик, на 6, вот, ну, музыкант очень хороший, у них был очень талантливый бас-гитарист Али Каландарь, очень хороший парень, хороший был Торик Ивченко, гитарист, барабайщик великолепный, он не шоумен, он может быть не так артистичен, но он был очень профессиональный, то есть, команда очень профессиональная была, вот, и получилось, мы со своим коллективом, вот, недавно, я сегодня проводил клавишника и бас-гитаристов в Хабаровск, вот, мы в 79-м году полностью группой переехали в город Хабаровск, они поступили в институты культуры, ну, клавишник и бас-гитарист, так как они уже закончили музыкальное училище, один по флейте, другой по тромбону, а мы с гитаристом меня выгоняли, я 4 года проболтался, дальше первого курса не продвинулся, почему? Ну, поведение плохое, поведение, ну, ну, вот, как-то вот не получалось мне вот учиться, потому что учиться я не сильно хотел, надо было, но я не сильно хотел, вот, и мы переехали для того, чтобы группа не распадалась, мы все собрались, они поступили в институты культуры, а мы поступили с гитаристом опять на первый курс в музыкальное училище, только в Хабаровске, ну, вот, правда, у нас все удачно сложилось, потому что мы через, наверное, через месяца 8 устроились работать, так как мы были очень хорошо, с оборудованием у нас было, мы, наверное, на Дальнем Востоке были одни из лучших по техническому оснащению, да, мы очень неплохо играли, вот, и мы сели работать в центральной, там, гостинице и ресторан города Хабаровска и Дальнем Восток и Интурист, он был один Интурист на Дальнем Восток вообще, вот, и получилось, что мы закончили, я закончил училище, ребята закончили институт, а вот ребята с Полтавы переехали в этот момент в 83-м году в Москву, в Москву, и пригласили меня потом через время туда вокалистом, именно вокалистом, именно вас, вокалистом, да, я туда приехал, не барабанщиком, вокалистом, и вот, проработав там, года, вот, с 83-го мы пока устраивались, и вот года, наверное, с 80-го, конца 4-го, по 87-й, и в 87-м, мы, с рестораном закончили, то есть, как обрубило, попробовали, попробовали, тогда попробовал период, когда попробовали мы записать свою музыку, записали, как бы альбом, там было 8 произведений, попробовал, тексты все писал, Володя Пругло, руководитель и бас-гитарист, и могу сказать, что тексты были неплохие, потому что параллельно такие группы, как Ария, и там мастер, и им писала тексты все, Маргарита Пушкина, дама, ну, отвратительнейший, если подходить, ну, наверное, из 8 произведений 2 было, 2 мелодии было, Володиных, одна была мелодия, мы сделали на, тут был такой, к сожалению, ушел, Володя Питков, магаданский гитарист, вот, он, как композитор, был действительно очень оригинальный, и жалко, что тоже не реализовался. Мне кажется, творческая, такой творческий путь, это путь борьбы постоянно, потому что все как бы идут до какого-то определенного этапа, там, тренируются, репетируют, и что-то не получается, все сразу бывает такое, опускают руки. Кость, даже не в этом, люди могут всю жизнь быть талантливые, профессиональные, пытаться добиваться, но бывает, знаешь как, бывает, рынок не готов, то есть люди не готовы, да, не угадали, не повезло, не попали, и даже не факт, что когда, например, группу там, бывает же и продюсеры хорошие, не получается, вот не время, вот не время, и все. Вот казалось бы, я приводил уже пример с «Ласковым маем», казалось бы, вот огромный пласт современной музыки хороший, да, и вдруг на обломках Советского Союза вот это нелепое существование вот такое, да, и востребован, и представьте, какое количество людей с конферваториями, какое количество людей, профессиональных музыкантов, сидят без денег, тоскуют, выпивают, закусывают, на протяжок еле-еле хватает, а тут вот такие лилипутики собирают стадионы, поют какие-то белые розы, да, и все, и нормально, и в стадионы. Ну, это, наверное, тоже большая работа менеджера, так скажем, продюсера. Ну, угадали, попали, попали. А вам не предлагали какие-то такие продюсерские, там, я не знаю, договоры? Не знаю, я говорю, что мы вот записали альбом, у нас даже исходников на сегодняшний день не сохранилось. Записали, там, я говорю, что три песни было, там, Володя, из восьми, пятерочка, я там пытался что-то там, ну, мелодии писать. сделали хорошо первый опыт студийной работы. Через четыре месяца я послушал все, что мы сделали, и как бы отстраненно проанализировал все это дело, и вот на этом я поставил, как бы закончил с музыкой, поставил точку. Почему? Потому что я не увидел в группе творческого потенциала. можно было пересвести, можно было перезаписать, оно было, может быть, по качеству лучше, но творческого потенциала, но это мое субъективное мнение, да, то есть, может быть, со стороны сказали бы хорошо, а может, кто-то сказал плохо, но тут важно, что я же в этом участвую, да, и вот я в этом как бы не увидел творческого потенциала, я не увидел у группы лица. Индивидуальности. Да. Вот я как пример почему привожу, что я не люблю мумитроли, то есть, можно даже сказать, сильно не люблю, вот, и масса, от чего не люблю, вот, про Григория Мечкова мы с вами затронули, да, в разговоре, но я могу ответить, уважительно относиться, почему? У них есть творческое лицо, они узнаваемы, что самое главное, когда мы хорошо играем, мы хорошо, как сейчас модное слово атрибют, да, играть, да, мы хорошо играем, пел хорошо, хорошо, свое нет, так вот, хорошо, когда ты поешь чужое, ну, ну, ты хороший, слесарь шестого разряда, то есть, ты банально просто, ну, хороший работник, а музыка же, это не только работа, это же все равно творческие процессы, человек должен быть чувствовал удовлетворение, и когда ты понимаешь, что у тебя потолок с точки зрения творчества, что, к сожалению, к сожалению, ну, Боженька не дал, может быть, композиторского таланта, да, или там, какой-то узнаваемой манеры, 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 поэтому я послушал, через 4 месяца, подошел к своему руководителю, к своему товарищу, участнику, Владимир Тимофеевич, до свидания, я закончил, потому что, ну, начал ссылаться, что у меня тут горло, там, то-то, 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 все он так посмотрел, говорит, все прекрасно, говорит, я тогда тоже, и мы закончили, мы закончили с музыкой, в принципе, навсегда, то-то, то есть, вот записали одну, не понравилось, мы на этом остановились, но они-то постарше, уже у них был возраст, тоже такой, поэтому, с творчеством, я так долго отвечал на вопрос, творческий, что, ну, вот, такая была самооценка, и, потом я уже стал наблюдать, вот, это большая проблематика, все люди, те, которые в процессе, музыканты, те или иные, они очень болезненно относятся к критике, они очень болезненно относятся, там, ну, вот, у них отношение к этому, они не объективны, то есть, они в себе, и оценить свой уровень, там, таланта или профессионализма, порой очень сложно, вот, поэтому они страдают всю жизнь. А как, если вот такая уверенность, знаете, когда, допустим, певец, там, автор, уверен в своей песне, и там проталкивает ее, там, куда-то рассылает всем, говорит, ну, это точно хит, его там не берут, там не берут, но это какой-то хит, он уверен, как с этим вообще быть? Есть какая-то объективность, вот, как бы, в его такой вере, так сказать? Есть. Иногда говорят, что надо там до конца бороться, проталкивать. Дело не в этом, дело в том, что тут первое, то есть я почувствовал, что я не увидел индивидуальности в группе, вот тут где-то кусочек, образно, как там, с металлики, это может быть и не так, вот где-то тут чуть-чуть оборот, там, где-то там, у Дио, там, знаешь, вот такое собирательное, и я-то знаю, я-то слышу, может быть, это кто-то не слышит, потому что всем нот, всем нот, и все, иногда слушаешь, думаешь, ты где стырил, тот или иной автор, ну, вот, но, ко всему этому, к моему мнению, и моему ощущению, там, и неприятию, может быть, вот этого первого нашего опыта, я думаю, что вот для меня, оно, я уже сказал ранее, что я никогда не ощущал, то есть, у меня не было ощущения, что я вокалист, что я, что я певец, барабанщик, барабанщик, да, а вот мы берем, как бы, тоже такой пример, но он яркий, мы знаем, вот, Киркорова, Баскова, вот, он живет, он себя так ощущает, у него, он артист, он артист, он в образе постоянно, он, нет, это его нормальное, естественно, он действительно себя так ощущает, он не ощущает, что он барабанщик, он не ощущает там, ладно, там, они вокали, они певцы, это ихняя профессия, это ихняя жизнь, да, он гармонично с этим живет, хорошо ли, или он даже про это не задумывается, то есть, для него, это его жизнь, он певец, поэтому, вот, к тому, что ты говоришь, хит, двигаться, добиваться, одна из составляющих, чтобы он, человек сам ощущал, что у него потенциал, он певец, он артист, а когда этого нет, ну, хорошо поешь ты, плохо ты поешь, ты постоянно будешь сам в себе искать какие-то недостатки, переделывать, что-то там, постоянно искать, постоянно ты будешь работать там, над тем, над тем, над тем, и никогда не будет чувства удовлетворения, да, а нету чувства удовлетворения, нет уверенности в себе, что ты там индивидуальный, что ты там гениальный, ну, одна из составляющих, а то, что там двигаться надо, то, что надо пытаться работать, ну, конечно, 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 надо продвигать. А что в плане, прошу прощения, в плане поддержки, вот, вот в этот момент, вот, когда вы записали альбом, когда вы послушали его, и там кто-то сказал, там, вы там послушали, думаете, блин, ну, вот нет чего-то такого, и может не было того человека, сказал бы, Николай, давай дожмем, давай вот подожмем, все то, просто, может, надо чуть-чуть как-то переварить. давайте мы начнем с того, что, во-первых, мы при всей ситуации, я тебе говорю, 80, 7-8 год, да, приехали мы туда, в город Москву, конец, ну, 84-й, да, вот этот короткий промежуток времени, во-первых, чужой огромный город, да, и вот ты говоришь, поддержка, ну, надо быть, как бы, в культуре города, нужны все равно знакомые, и далее, мы тот период времени вживались в город, Москва сложный город, и какая поддержка, мы всегда ощущали, у нас была всегда надежда только на себя, мы всегда были, как бы, самостоятельные, взрослые, самостоятельные, и, честно говоря, если кто-то бы мне что-то говорил, ну, наверное, бы оно не имело абсолютно никакого значения, потому что, ну, у меня сформировано мое мнение, и, ну, рассказывайте мне, мало то, что, когда мне начинают рассказывать, какой я хороший, у меня вообще другая реакция, особенно, что касается творческого процесса, поэтому, не знаю, не знаю, ну, наверное, еще усталость, 10 лет каждый день работы, я туда, говорю, последние два года ходил, как на каторгу, то есть, когда, когда процесс творческий, музыкальный, перерастает в работу, в профессию, творчество заканчивается, то есть, ну, это, наверное, везде, да, редкие случаи, когда там, ну, вот иногда даже поражаешься, как люди все, как звукорежиссер сидит на студии, и каждый день пишет музыку, я представляю, как он ее не любит, потому что это профессия, вот, поэтому, как каждый день в ресторане петь по 6 часов, а после вот завершения, после того, как вы прослушали, такие, нет, все, надо заканчивать, прошло какое-то время, вы хотели вернуться, может, в студию, как бы, нет, у нас была потом, у нас производная, как бы, бизнеса дальнейшего, у нас производная была нашей музыкальной деятельности, потому что параллельно с работой, и с творческим экспериментом, у нас на тот момент уже была прокатная аппаратура, и у нас была техническая группа, которая ездила с артистами по Советскому Союзу и озвучила стадионы. Так, а расскажите, как вообще вот там нашим коллегам, которые, так сказать, только начинают, как набраться аппаратурой, как бы, как обрести ее, обрасти ею, потратить денежки, потратить денежки, нет, сейчас это гораздо проще, потому что сейчас, действительно, ну, есть доступ свободный, раньше было гораздо сложнее, у нас был первый опыт, кстати, группа Аквариум, во дворце, да, во дворце, в баскетболе, в Динамо, вот там у нас был первый такой, не стадионы, а именно вот такой, большая площадка, это была катастрофа, потому что, ну, все было хорошо, только опыта не было у технической группы для работы, вот, и потом потихоньку, потихоньку, это все переросло, в 89-м году, мы открыли студию, петростудия называлась она, потом был дистрибьюторский центр, у которого были дистрибьюторские права, то есть мы имели эксклюзивные права на работу с американской фирмой Пиви, с американской фирмой-производителем Гибсон, Роланд, японцы, и маршал Англии. А как это произошло? Ну, так, была компания, да, компания, выставки международные, международная деятельность, вот, и у нас были права, мы, была большая очень, как бы, большая сеть, и мы на все, на весь бывший Советский Союз, как бы, ну, продавали профессиональное музыкальное оборудование, у нас была студия профессиональная на записи, и была компания по профессиональной, и технический отдел, тот, который занимался профессиональным звуком, это озвучивание, то есть техническое озвучивание стадионов, театров, кинотеатров, и прочее, прочее. А какой самый какой-то такой запоминающийся, может, какой-то очень напряженный момент в плане оборудования для сцены? Что-то какой-то концерт был сложный? Сложный был первый концерт. Самый первый с аквариума. Да, самый сложный был первый концерт. Потому что не понимали, ну, не было определенных приборов, не понимали, не было знаний, именно что касается звука. Вот. Поэтому самый первый был самый тяжелый. Хотя мы на следующий день все исправили. Мы пригласили человека, специалиста, он нам все помог, нам все объяснил. И дальше уже было гораздо все проще, было понятно, что докупить, чем дооборудовать для того, чтобы все дальше было хорошо. И компания работала как прокатная компания, она работала, наверное, года с 87-го по 92-й. Долго. Потом вот даже параллельно уже студия была, уже компания была дистрибьюторская. А как вот на студии, допустим, работы там, я смотрел, видел, что Михаил Шофутинский у вас писал целый альбом про свой. Да, да. Меладзе там начинал еще там свои первые песни писать. Да, да. Можете сказать про, ну, можно про Шофутинского вообще, я так понимаю, он там долгое время находился, потому что альбом писался как бы не два дня. Может, вы как-то там пересекались с ним? Нет, вот там не пересекались. Я очень мало, я очень мало общался с артистами, потому что мне в силу, ну, не знаю, как, больше общался Володя, кругло. Ну, вот, а у меня как-то, ну, сложновато, сложновато с коммуникациями, честно говоря. То есть, не было каких-то пересечений, хотя мы знакомы. Вот, и я со многими знаком, но... А не хотелось, может, как раз-таки вот по знакомству, может, вернуться обратно-таки в бизнес, музыку, там, вот, с кем-то из них записать какую-то песню? Нет, кое-то, кое-то не было, у меня не было, бизнес, он был как бы отдельно, а все равно какой-то творческий процесс, я работал, там, музыкант или, там, вокалиста, или музыка, это вообще отдельная история. У меня не было, как гильотина я отрубила, 8, вот, после записи, после решения, как гильотина, как будто не со мной, как будто я к этому имел никогда никакого отношения, вообще никакого. Это какой-то роковой альбом получился? Ну, ну, наверное, усталость, вот, я говорю, ну, это, вот, вот ты бы ходил на работу каждый день с 8 утра до 18 работал бы грузчиком, как ты думаешь? Вот, ты бы через 10 лет каждой дневной работы, как бы ты себя, любил бы твою работу грузчиком? Не знаю, дорогие друзья, а если вы знаете, конечно, пишите в комментарии и подписывайтесь на наш канал, так что будем читать и узнавать. Если бы я работал грузчиком, а Николай не работал бы грузчиком, потому что он записал свой альбом и сказал, нет, все, хватит. Короче говоря, ну, вот как-то так ответил на ваш вопрос, потому что наши подписчики очень любят смотреть интересных людей, а особенно, конечно, мы очень любим, друзья, когда вы подписываетесь на каналчик и ставите лайки, это очень приятно для нас. Я вообще хотел сказать, что у вас какой-то такой аскетический образ, мне кажется, артиста, вот, связано это с песней «Колокола». Там вот в конце, там вот расход прям прошел, я что-то такое слушаю на фоне, на фоне, и там как, оп, начнет, я такой, тихо, что это, а как это, это Николай Николаевич? То есть, на самом деле, как тебе сказать? Вот песню, допустим, вам написали, но вы же ее… Нет, песню мне не написали, песня была написана до меня, и я, действительно, я, ну, песня была записана в 93-м году. Это вот при студии, которая проработала с 89-го по, ну, наверное, я разошелся, как бы вышел из бизнеса в 2003-м году, вот, и потом еще студия проработала, ну, наверное, уже Володя Пругло там был таким едино стопроцентным владельцем. Она проработала, наверное, еще года, наверное, до 2015-го, вот, и была оборудована очень сильно. Но вот была записана на студии только одна вот эта песня. Вот после того, как мы закончили в 88-м году, вот эта песня была записана в 93-м году, и студия была, все, и компания. Автора я знаю с 86-го года, это Леша Горнизов, наш приятель, слова Ильи Резника, вот, песня близка, потому что, будучи музыкантом, я, нырнул, нырнул, вот, в употреблении жидкости, как хороший, как хороший музыкант, как творческая личность, ну, естественно, не лицемер. Вот, я, конечно, серьезно отнесся к напиткам. За короткий период времени я достиг профессионализма, вот, и такое было в тексте и в музыке, на самом деле, я переделал. Я музыкальную линию переделал, потому что у Леши она была в одной тональности. Для того, чтобы мелодия не позволяла подчеркнуть драматическую линию, и там, на самом деле, были решения... Там не слышно так, но любой теоретик, музыкант это услышит и поймет. Там были, для того, чтобы вот то, что ты говоришь, подвести к сути, и было напряжение эмоциональное, там пришлось сделать первую модуляцию на тон с ревми. Это для музыкантов, я пойму. Обычно модуляция делается на полтона, вот, если мы берем там стандарт какой-то. Да, тут была первая модуляция после первого куплета и припева на тон, а вторая модуляция после второго куплета и припева была на кварт. То есть начали мы, образно говоря, в ре, закончили мы в ля. Но по... Почему так было сделано? Потому что это прям описывает мое душевное состояние на протяжении, наверное, в городе Москва, на протяжении последнего... Как бы перед окончанием борьбы со змеем, ну, примерно за год. Вот прям слова, то, что было. Я это конкретно пережил. Из состояния до суицида. Поэтому, как бы она так... Мое, как бы, мой жизненный опыт совпал с, как бы, с текстом, с песней. Ну, наверное, так. И она стала достаточно популярной, песня. Хотя бы вы сами... Костя, я, честно говоря, я не знаю, но если бы я понимал, может быть, на тот момент, это я просто так записал для себя. Мой товарищ взял эту песню, записанную в 93-е... Потом я ее переделал в 2000, по-моему, в 2008 году. Вот последний вариант, он был уже переделан, аранжировка. А первый вариант, он взял запись и улетел в Нью-Йорк. Там уже пошли все граждане петь Гулько. Все-все-все подряд там, кто там, Звенцовый, Гулько и далее-далее. Там в интернете пишут, что там, вот про первый вариант, что это Анатолий Днепров. На самом деле, ни Анатолий Днепров, ни Гулько, ничего. Потому что аранжировка, ну, нашу аранжировку делал Феликс Ильиных. Он, наш друг, он, как бы, я его знаю давно, он помоложе, он сам с Комсомольска на море. Он хороший аранжировщик, хороший музыкант. И вот эти все, то, что было по Первому каналу, новые, старые песни о главном, вот, ну, какое-то определенное количество лет, вот это все его работа как аранжировщика была. И вот в 93-м году, это Феликс, Феликс сделал аранжировку, и вот они все поют вот с этой аранжировкой. Вот это был только один, как бы, вот, не то что эксперимент, а вот случай, когда песня, как бы, вот, она распространилась, попала, да, и я ничего не делал для этого, абсолютно. И когда я ее переделал, я ехал в машине, в году, наверное, в 2003-м, и по русскому радио звучит колокола в исполнении Гулько, а вот, как бы, аранжировка наша. Вот, а у меня на память нету ничего, то есть хорошего качества нет ничего. Ну, я думаю, ну, перепишу. Вот я поехал, переписал, и я не помню, когда Леша Гарнизову, композитору, ну, передал, и у него был какой-то творческий вечер на радиошансон. И вот он, как свою работу, ее предоставил, ну, да, там, ее крутили. Может, иногда там и крутят. Вот, ну, я не занимался ей, поэтому... Ну, я про это и говорю, что вы, как бы, остаетесь всегда в тени. Вот, даже если там песня, все, наоборот, иногда, знаете, хотят, чтобы песня раскрутилась, все делать, несут там на радио куда-то, да-да, чтобы просто хоть кто-то где-то обрести какими-то там фан-базами, вообще люди узнали. Вы, наоборот, стали популярны, ну, и как бы, ну, и все, окей, хорошо. Ну, как бы, ну, на вас это никак не повлияло. Нет. Я имею в виду. Не, не, мне нравится, я говорю, что вот, я же уже сказал, что как только музыка становится профессией, я говорю, что уже вот на этом заканчивается, как бы, некий творческий процесс. Человек-заложник там какого-то определенного материала. Я, как пример, вот недавно был концерт, вот в июне месяце, да, проходил. Сюда приезжал Сережа Дубровин, выступал на площади, все песню знают, что это бывший вокалик, знают, песню знают, что это песня группы фристайл, все знают, а что это пел, это Сережа Дубровин, ну, никто не знает. И он все вынужден вот эту песню, представляете, там сколько, 30 лет петь, на каждом концерте, практически каждый день, ну, это катастрофа. То есть, а он сам неплохой гитарист, он сам неплохо пишет материал, то есть у него есть неплохие песни. Ну, вот заложник, вот заложник одной песни, поэтому как-то, ну, вот, поэтому заканчивается, творческий процесс заканчивается, и кому как, кому-то может быть нравиться. А когда 10 лет ты поешь каждый день, когда это работа, ты понимаешь, что не нравится. Мне нравится заниматься. Мне нравится приехать на студию, там, что-то сделать, там, для себя. Мне нравится на барабанах позаниматься, да. Позаниматься там повышением, повышением именно профессионального уровня, как, 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 там, музыканту, да. Ну, что-то записать, да, попробовать, поискать. Поэтому... Чувство искусства, а не чувство какого-то заложничества среди, там, исполнителей, которые, как на заводе должны, там, вот, ты должен быть на волне, ты должен делать песни, 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 чтобы вот эту волну не терять. А как вот, я знаю... Ну, Костя, я думаю, знаешь как? Я думаю, что помимо, помимо славы, да, у артистов, ну, вот, ощущение, что, да, публика, фанаты, там, аплодисменты и далее, да, да, далее, далее, далее. Все равно это, как бы, я думаю, что все равно это второе, они никто не признаются, но первое все равно, я думаю, что вот это фанаты, фанатки и востребованность, она все равно переходит в матернизацию. И все равно на подсознательном уровне у каждого артиста, они не будут сознаваться, они будут говорить, нет... Для людей... Нет, да, 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 нет, мы не такие. Но на самом деле, я думаю, что первое, это, ну, люди зарабатывают деньги, это их, как бы, это их не работа, поэтому, как бы, тут, если у тебя есть, ты состоялся, если у тебя есть бизнес, ну, у меня такой потребности нет. Вот я могу позволить себе и... Для себя позаниматься и... Так что, кто не записал еще свой роковой альбом, запишите, и после него вы точно узнаете, надо ли вам заниматься музыкой или не надо. А давайте перейдем на тему, как вы стали президентом этого мероприятия, этого фестиваля. Как вам позвонили и сказали? Николай Николаевич, надо? Я уже, я как-то отвечал на этот вопрос, как. Это тоже производное нежелание, это вот так жизненные обстоятельства, так вот, ну, получилось так, что, когда мы приехали в Москву, музыканты, ну, начали вживаться, естественно, круг общения какой? Музыканты. Вот. И, ну, в определенный момент познакомим... А на самом деле в Москве на тот момент немножечко пораньше приехал тоже здесь, работал музыкантом, и он пораньше, он уехал туда в 80-м году, был такой и есть. Семен Певзнер. Он закончил в Оренбурге институт, и его отправили отрабатывать в Устемщук. Но Семен Певзнер... Нормально. После института, конечно, он сам музыкант, он в Устемщике работал какой-то период времени. Он сам клавишник, потом переехал в Магадан, и в 80-м... Ну, мы... И приятельские отношения у нас года 75-го. И он уехал в Москву в 83-м году, пораньше. Вот. Поэтому... И он работал в Белграде втором. Это если мы... Там два. Первый, второй Белград. Вот второй Белград на момент, ну, там, 80-х, это одна из центральных точек города Москвы, как гостиница, как ресторан. Там вот все, что называют элитой сейчас, вот все там, все находились. Огромное количество там, ну, людей, музыкантов, артистов. Бомон, короче. Бомон, да. Но их было два человека. Семен был клавишником, а второй был, Лемберт Юра, бас-гитаристом. Но они не работали. Они занимались делами, а вместо Семена работали там харьковчане клавишник, а вместо Юры Лемберта работал на бас-гитаре Саша Маршалл, бас-гитаристом. Все получилось, что мы приехали, мы знакомые, мы, естественно, там постоянно находились, у нас потихонечку начали выстраиваться там с людьми отношения, знакомые. И вот мы встретили одного из музыкантов, музыканта, бас-гитарист, молодой парень, по фамилии Миша Мень. И так получилось, что мы дружили, долгий жизненный путь, у него погиб отец, он у него был священником в 90-х, и как бы потихонечку помогали Миши. Миша стал депутатом области, потом стал депутатом Госдумы, потом стал вице-губернатором Московской области, а потом стал губернатором Ани, потом он стал заместителем Лужкова, а потом он стал губернатором Иванова, Ивановской области. И вот как-то в один из приездов, я приезжаю, у нас там был бизнес, далек от музыки, вот, он говорит, о, Коля, как хорошо, у нас же фестиваль, черная роза имени Аркадия Северного, Аркадий Северный, он уроженец, они поставили памятник, он уроженец Иванова. Я говорю, ну, он говорит, давай, наверное, ты будешь президентом. Я хотел отказаться, но так как губернатор предложил быть президентом фестиваля, что-то вот здесь встало, вот здесь что-то застряло, и я другу не смог отказать. Вот так я стал президентом фестиваля Черная роза. А участница там, на фестивале ведущей была одна участница, она жила в Риге, Оксана Белера, и вот приехал ее папа из Риги, такой высокий дядька, хороший дядька, мы до сих пор дружим, у нас до сих пор отношения, он говорит, Коля, у меня фестиваль Юрмала Шансон, говорит, давай ты будешь президентом фестиваля Юрмала Шансон. Как бы и нет, вроде вот здесь, но да, хорошо, такое противоречие. Да, и у меня была мотивация, согласиться, потому что давным-давно я супруге пообещал, что она будет петь, она тоже с Магаданом, но я пообещал, вот она выполнила свой долг, вырастила дочь, потом сына, и вот в определенный момент мне пришлось, ну как бы выполнять свое обещание, для меня это было так, для того, чтобы Наташе можно было куда-то приехать, песни ей попеть. Ну, согласились, наверное, большие части для этого. Да, вот так, по большому счету, вот так. Я же обещал, лет 30 назад с лишним, поэтому пришлось, побольше даже, наверное, даже не 30, наверное, лет 40, пришлось держать слово, согласиться быть президентом фестиваля, для того, чтобы возить супругу туда, у нее, да, она попела, и было, чем занималась, она готовится, к каждому фестивалю она готовилась, костюмы, песни, поэтому человек, он... Это через вас какой-то проходил, там, допустим, вот этот образ, да, или вы к этому... Нет, она абсолютно талантливый человек, и очень хорошая, действительно, феноменальная природа, с точки зрения вокальных данных, вкус очень хороший, великолепно пишет стихи, закончила балетную школу, магаданскую, он закончил институт, она строительный, правда, строитель одесский, ну, действительно, творческий человек, интересный, поэтому, ну, как бы, я-то это понимал, но она, как мать, отдала все своим детям, и грех было ее обманывать, поэтому мотивация была, по большому счету, такая. Ну, прекрасным мотивациям... Неожиданно, да? Вообще неожиданно. Как президент фестиваля, да? Вот так вот, просто для супруги, для того, чтобы она находила творческий такой выход и пела. Ну, это прекрасно, мне кажется, надо мотивировать других каких-то людей, чтобы они для своих родных делали какие-то вот такие неимоверно безумные поступки. Тут надо знать человека, и надо знать, насколько она ответственно относилась именно к воспитанию детей. Ну, 30-летняя выдержка, мне кажется, тоже... Если она после этого периода времени все-таки хотела петь, то, мне кажется... Не просто. У нее поставили... Ее в 85-м году поставили перед выбором. Или шоу-бизнес, или семья. И вот творческий человек... А это же отношения. Ну... Да, и творческий человек, он говорит, все хорошо, ну, семья первая. Главное. Прекрасно. На этой нотке вернемся в Магадан, на родину к вашей супруге. И давайте вспомним вообще такое прекрасное заведение, которое процветало не один десяток лет, как Боинг. Как вообще произошло? Какие соприкосновения с людьми? Кто в этом участвовал? Как вообще родилась такая идея? Вот у вас там был прокатный бизнес, у вас была там студия. И как была идея создания вот такой площадки, ночного клуба, развлекательного центра? Ну, тут не совсем у меня идея родилась. И по большому счету, это заслуга моего близкого друга, с которым мы на самом деле всю жизнь дружим. Всю жизнь. Я его знаю всего 9 лет. Хотя чуть-чуть постарше. Мы вместе тренировались, боролись. Это Александр Леонидович Грузденко. И до меня был этот клуб сделан. У него были партнеры. Но в какой-то момент, по-моему, в 98-м году Александр Леонидович, ну, они подошли к ситуации, когда надо было выкупать это здание. А Боинг уже работал, наверное, на тот момент лет 6-5-6. Александр Леонидович позвонил, предложил. Я согласился. Выкупили здание. Потом предложили партнерам делать реконструкцию. Партнеры нас поблагодарили. Покинули вас. Покинули нас. Мы выполнили все партнерские обязательства перед ними. И, наверное, с 2001 года мы сделали здесь реконструкцию. Подошли на тот момент подошли серьезно. Перелопатили все. Здание 66-го года. Естественно, много было проблематики. Все это дело на тот момент я говорю, что пригласили дизайнеров, пригласили строителей с бывшей Югославии. Ну, сделали реконструкцию, запустили. Мы угадали. Угадали. Поэтому для клуба он проработал очень долго. Я думаю, что эффективно он проработал с 3-го по практически по 15-й, по 16-й год. Даже в Москве столько клуба не живут. То есть долгое количество. Почему так случилось, что клуб вот там прям долго держался на плаву? Ну, такого уровня заведения, наверное, в Магадане не было. Наверное, и нет. Честно говоря, и нет. По сей день. Небольшие, но сейчас форматы, наверное, поменялись представление об отдыхе поменялось. А на тот момент клубы были популярны в Москве, популярны. Мы сделали, может быть, не сильно там оригинальные, но мы постарались сделать по уровню так, как в Москве. А так как я имел отношение к музыке и к оборудованию музыкальным, естественно, что мы сделали правильно все с техническим. за нашими плечами тут как бы еще вон остались. С техническим обеспечением, оснащением все правильно. Поэтому и отдать должное Александр Леонидович здесь. Мы проговорили с ним концепцию некую. И он так все это поддерживал, как бы все это старался, потому что город у нас сложный. Поддерживался концепцией. Да, да, с моделью поведения. И, конечно, он горе нахватался за эти годы с местным населением. Но клуб отработал очень эффективно. Проблематика с арт-директорами. Вот это вот, видите, вот такие молодые перспективные парни появились гораздо позднее, когда уже клуб закрыли. поэтому вот именно в этом была проблема именно с шоу-программами и с программами. Потому что тут отдельная история, этим надо заниматься. Я в Москве, Леонид Ильич здесь сопровождает рабочие процессы, а вот творческая составляющая, к сожалению. Но я думаю, что ни ему и ни мне. Вот по большому счету это не дано. Вот все, что касается такого именно творческого процесса, шоу-программ, это отдельная история. Александр Леонидович рассказывал, как он искал себе твердое плечо в лице арт-директора, но когда-то приходилось, что-то с этим что-то не то, этот что-то там выпил, этот не выпил, что-то там перепутал, и как бы поиски каких-то таких надежных партнеров ограничивались. Очень сложно, да. Потому что человек должен, во-первых, иметь способности рабочие, но еще и талант, потому что программы имеют отношение к некому искусству. Конечно. А как вы считаете, с вашей точки зрения, вот сейчас, я не знаю, следите вы, не следите, может, как-то косвенно знаете, вообще клубная жизнь, она поменялась, как-то развлечение, люди там стали меньше пить, молодежь больше пить, в этом вообще ключе. Как вы думаете, как вы ощущаете, может, что-то замечали? Я, честно говоря, в Москве достаточно замкнуто провожу время, потому что трафик тяжелый, нагрузка рабочая большая, далек я от клубной жизни, А что касается, например, Магадана, то вот мое наблюдение, ну, может быть, оно поверхностное, я, ну, здесь не живу, но очень часто приезжаю, мне кажется, поменялось, да, мне кажется, меньше стали выпивать, больше интересов, то есть по интересам группы, я смотрю, кто-то туризмом занимается активно, катаются по природе, ну, мне кажется, поменялось. Как вы считаете? В лучшую сторону. Боксуются меньше, мне кажется. Перспективы есть вообще в Магадане вот с такими разными, так сказать, группами по интересам? Конечно, конечно, мы же с тобой затрагивали вопрос, я говорю, что почему, я же, ну, как бы не то, что ответил на вопрос, я сделал акцент, когда говорю, что мы здесь раньше репетировали по 12 часов, с точки зрения как бы сложность города, небольшого, ну, как бы периферийного, да, то, что мало населения, и в Магадане проблематика то, что он нетранзитный, но с другой стороны, система коммуникации, доступность, комфортность проживания, доступность, да, оно позволяет человеку погрузиться, вот, например, что касается, если человек увлечен, он в это погружается, это для него становится, как бы, он может на это очень много тратить времени, он этим живет, а если человек погружается в тот или иной процесс, там, будь, там, любое, любого творческого направления, это же не обязательно музыка, правильно, вот, они, ну, как бы, они достигают результатов, и, как сказать, комфортность проживания, она дает возможность реализовать себя именно как как творческому лицу в том или ином направлении, в Москве сложно, потому что для того, чтобы куда-то приехать на репетицию, образно говоря, человеку надо потратить порой три часа, да, и не всегда, ну, и проблематика, жизненный темп другой абсолютно, и все это, ну, не так, а здесь располагает к тому, что можно в процесс погружаться более серьезно, более глубже, и именно для, для реализации себя как личности возможности больше, и условий больше, условий лучше. А молодежь иногда думает, что вот надо ехать там в Питер, в Москву, чтобы реализоваться, потому что в Магадане не то, нету каких-то там, я не знаю, ресурсов, нету каких-то вот там продакшн студий, вообще студий, где можно себя показать, а вот в Магадане им негде себя показать, они вот едут непосредственно куда-то, вот туда, в центральный регион. Это иллюзия? Хорошо, а они уверены, что они то, что надо для реализации в центре, вот их уровень позволяет там найти продюсера, там, быть там интересными, там, быть востребованными, вопрос, я не говорю не про это, сейчас я думаю, что система коммуникации, информационное поле такое, что в Магадане ли ты живешь, в Москве ли ты живешь, да, достаточно нам интернета, достаточно всего для того, чтобы себя, если ты представляешь из себя какую-то творческую, интересную единицу, себя там рекламировать и чего-то добиваться. Да, здесь есть некая, ну, определенная ситуация, что с точки зрения слушателя мало, там, да, не меняется, вот я сказал, что там ограниченное количество людей, но с другой стороны очень много времени и комфортно, что можно в процесс погружаться, но сейчас существует средство информации, где ты можешь свое там творчество или свой продукт продвигать в Магадане или ты, или в Москве, это если раньше надо было куда-то ехать, сейчас для этого не обязательно, да, и если ты действительно интересен, в чем проблема. Друзья, так что давайте не будем говорить, что надо ехать куда-то там в центральные регионы, в Москву, в Питер, куда-то там, чтобы куда-то пройти, подумайте сначала про трафик и пробки, доберетесь ли вы вообще, куда вы хотите вообще ехать, потому что в Магадане, все нормально, друг с другом, сделайте максимально классные группы, напишите песни и только потом отправьте, потому что есть уже электронная почта, друзья. Костя, вот абсолютно правильно, потому что в Москве они будут заниматься тем, что будут биться за существование, им надо будет где-то работать, где-то жить. А не забудут про вообще творчество. А повезет ли им? Ну, хорошо, нам повезло. Мы приехали туда, нам повезло. Как-то молодые, азартные парни. Кому-то огромное количество приезжает, не находят себя. Просто, ну, вот так случается, не то, что, может, лунные, просто повезло. Поэтому, я говорю, для реализации тут не влияет ничего, все правильно. сейчас с такими технологиями можно сидеть дома, где-то там вообще, чуть ли не на маяке, отправлять главное видео. И если реально человек интересен, тогда, я думаю, его заметят. И продюсер, и продюсерский центр, и даже люди, как, вот, собственно, с вашей песней это произошло. Вы записали ее, никуда не отправляли, едете по радио, она играет. Верьте в себя, и если вы действительно талантлив, поверьте, иногда ваша песня по радио тоже сыграет. Был, вот, был, как бы, в прошлом году была ситуация, когда попали на программу к Малахову, ничего для этого не делали. Вот, лично я, и не Наташа, ничего не делали. Душевная эта песня, то есть, позвонили, музыкальный редактор позвонил и пригласили на программу. То есть, ну, скорее всего, то, что из-за материала, вот ты говоришь про песню, ну, кто там с Мичуринска, один там наш участник фестиваля, у него был какой-то контакт, он дал эту песню, и они вышли на связь и снимались в программе, не потратив, на это ни время, ничего. То есть, вот как раз подтверждение, что если есть что-то музыкальный, какой-то материал интересный, ну, хорошо, когда занимаются, но когда материал есть. Так, хорошо, вот ваша вон камера, у вас есть минута. Что? Для того, чтобы сказать мотивационные слова. Можете поздравить с Новым годом кого-то наперед, я не знаю, что хотите. Минутка ваша вот для той камеры, для нашего телезрителя, который, посмотрев вас, может, подумав, что не выпуская или выпуская треки где-то там далеко, его никто не узнает, а может наоборот, выпустив какой-то трек все-таки, там, отправив куда-то, сидя очень далеко не в Москве, в центральных регионах, он станет популярным. Благодаря вам может какие-то такие тоже жизненные истории довольно-таки, повторюсь, аскетические, которые там, знаете, вы ждали, вот что ваш трек стал популярным и все, там, все там, король поп-сцены и начали выступать, выступать, а наоборот, как бы, отнеслись к этому спокойно, так скажем. Может, для кого-то, опять-таки, это станет каким-то таким, знаете, толчком, и кто-то посмотрит на себя, на свое творчество совсем с другой стороны и пересмотрит какие-то свои, так сказать, цели, и не будет рваться в Москву просто так, а бы там, показать куда-то себя, я не знаю, я имею в виду, конечно же, музыкантов, в первую очередь, чтобы показать свое творчество, а можно спокойненько как-то более дома, так сказать, накопить материал и найти вот это свое звучание для того, чтобы только потом уже быть интересным. Вот это, как бы, все, что хотите, можете теперь вы сказать, я так подвел легенько. Подвел, прямо вот туда. Прямо вот туда, да. Вот эти беленькие фонарики, да? Ну, вот чуть-чуть ниже, беленькие. Туда чуть ниже. Покажи, куда. Вот там, где Андрей, вот куда-то туда. Погоди, Костя, так кому мы говорим? Мы говорим просто слушать или мы говорим творческим личностям? Это как хотите сами. Можете 50 на 50. У нас разная аудитория. Нет, дело не в этом. Если, например, к творчеству люди не имеют отношения, мы будем говорить, вы дома сидите и записывайте. А может, он бульдозерист хороший. Можно даже домохозяйкам это тоже позвать. Сейчас очень много домохозяек песни пишут. Да. Все пишут песни, хотят быть, сейчас все хотят быть артистами. Вот, на Андре. А где? Я не вижу, где Андрюша. Ну-ка, помаячь, походи тут. Вот здесь, да? Куда-то туда на голос. Ну, Костя, я думаю, что место проживания или нахождения, оно, по большому счету, не влияет. Вот, и что хочется сказать? Если у человека есть потребность, если человек творческий, то есть, творческий потенциал, не влияет, в Москве лежит он, в Магадане лежит, ну, на сам процесс, и на результат работы, никакого влияния нет. Я думаю, что талант, работоспособность, устремленность надо пробовать, надо пробовать, надо заниматься, надо делать тот или иной там музыкальный продукт, или если человек художник, картины писать, если человек поэт, стихи писать, поэтому Москва-Лето, Магадан, Магадан прекрасный, я говорю, комфортный, комфортный для проживания, для комфортного проживания, прекрасный город. Я говорю, тогда уже говорили немножечко, ранее уехали отсюда в 79-м году, и я помню этот день, в июне месяц, мы стоим в аэропорту, и я своим ребятам говорю, Женя, Дима и Иван, гитаристы, я говорю, ну, вот, смотрите, как хорошо мы отсюда улетаем навсегда. Это был 79-й год, сегодня на дворе 2004-й, 2024-й год, и я сюда прилетаю, наверное, в год, ну, минимум, раза по четыре, если не поболее, а бывает, провожу здесь по полтора, а то и больше месяца, поэтому для меня родной город, очень комфортный, самое главное, чтобы человек был целеустремлен, если у него есть творческий потенциал, ждать не надо, надо работать, надо работать, поэтому всем, всем творческих успехов. итак, дорогие друзья, вот такой у нас сегодня был Николай Николаевич, и его творческий, и жизненный, конечно, немножечко путь, так что, если вы чувствуете внутри себя чувство, которое сподвигло, или вы только на этом пути, пишите, конечно, в комментарии, пишите в комментарии, знаете, что пишите, давайте напишем, какую песню вы слушали у Николая Николаевича, и не один раз, а раз 12 минимум, пишите в комментарии, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео, которое мы снимем вместе. Николай Николаевич, большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok